Привет! Пришло время поговорить о законченных работах января. Я должна сказать, что у меня январь был очень хорошим. Мне легко раскрашивалось, я успела сделать еще несколько зимних работ. То, что я не успела в декабре, то, что мне хотелось сделать, я немного продлила этот период еще и на январь. Я выполняла свои обещания начинать новые раскраски. Я позволяла себе раскрашивать совершенно глупые, простые работы, когда мне хотелось действительно чего-то для отдыха. И я сделала несколько работ, которыми по-настоящему горжусь. Ну, давайте начнем как раз с зимних. Здесь у меня распечатка из Рождества Татьяны Богемы. Как обычно, я печатаю их на собственной бумаге. Это простейший ватман, но тем не менее, он все равно, на мой взгляд, в 10 раз лучше, чем та отвратительная бумага, на которой эти раскраски печатаются на Амазоне. Поэтому вот я в декабре еще несколько штук распечатала, несколько картинок и подумала, что... Ну что, я не успела, конечно, раскрасить все, что хотела в декабре, но не лежать же ему теперь год. Я точно куда-то эту бумажку заброшу. И в конце концов, елки у нас стоят еще в январе, в начале января. Катки тоже, если погода позволяет. Поэтому эта картинка как нельзя лучше подошла мне для раскрашивания в начале месяца. В основном я здесь использовала карандаши Ортеза. Это не лучший выбор. Они на этом ватмане кое-где слегка пляшивят и дают довольно сильный восковой блеск. В реальной жизни это не очень мешает. Но вот когда снимаешь, почему-то этот блеск на камере очень сильно видно и кажется, что у тебя неровное покрытие бумаги. Но там, где мне это не нравилось, я немного замаскировала, добавив звезд на небе. Конечно, самым сложным для меня здесь было каким-то образом показать лед, отражение этой прелестной пары мышек, которые явно находятся на свидании. Поэтому я их приодела, старалась, чтобы они выглядели очень нарядно. И показать все блики, рефлексы, которые у нас здесь есть, от многочисленных источников света. От этих романтических фонариков, от елки, от этих домиков, очень симпатичных со снедью. Я получила большое удовольствие от раскрашивания как раз именно этих домиков, избушек. Мне, наверное, из-за этих киосков я и выбрала эту картинку. Мне вообще нравятся почти все иллюстрации в Рождестве и в деревне Санта. Это те зимние раскраски Татьяны Багемы, которые у меня есть. И поэтому, несмотря на все технические трудности, что карандаши не так идеально, как мне бы хотелось здесь, ложились все равно. Мне эта работа нравится. Теперь я ее, наконец, положу в свою папку с готовыми распечатками. И какую-то галочку по поводу закрытых, какой-то закрою у себя внутренний пунктик по поводу распечаток на зимнюю тематику от Татьяны Багемы. Ну и еще одну абсолютно зимнюю иллюстрацию я сделала в раскраске от Алены Лазаревой. И, к сожалению, я ее в декабре получила довольно поздно, когда у меня уже совершенно не хватало времени побольше раскрасить в этой прекрасной книге. Это авторское издание, которое напечатано на очень плотной бумаге, которая мне понравилась. Понравилась и потому, что на ней можно использовать любые материалы. И мне понравились сами иллюстрации от Алены. Поэтому хотелось бы мне раскрасить все, но после 1 января как-то раскрашивать все эти подарки, елки, Деда Мороза. Вот этот интерес у меня пропал. Поэтому я выбрала одну из прекрасных иллюстраций в стиле палехских лаковых миниатюр. И вот что у меня получилось. Конечно, было сложновато приспособиться к такому стилю. И сложно было вначале выбрать, какими же материалами я буду раскрашивать. В самом начале я думала, что у меня будет черный фон. Но поскольку здесь очень-очень такой мелкий рисунок на этих деревцах, веточки, цветочки, я боялась, что имеющаяся у меня акриловая краска, я просто не смогу аккуратно обвести и сделать заливку. Хотя мне нравится, как у меня акрил Роса, он очень хороший финиш дает матовый, почти что самовыравнивающийся. Но он уже начинает застывать, надо пойти купить новую баночку и как-то густоват. Поэтому я вспомнила, что у меня в хозяйстве имелись акриловые чернила цвета Индиго от Даллер Роуни. Я их практически нигде не использовала с того момента, как купила. И вот настал их звездный час. Мне обязательно хотелось использовать именно акриловые материалы, потому что я понимала, что когда я начну здесь еще работать гуашью, то мне не хотелось, чтобы слои смешивались. Поэтому хотелось, чтобы после высыхания фон был перманентным. И в конце концов я и гуашь тоже использовала акриловую, которая тоже после высыхания становится уже... Не активируется больше водой. То есть это акриловая гуашь от Тернер. После того, как я справилась с фоном, я выбрала несколько оттенков для снега. Здесь, понятное дело, белый, пару оттенков голубых. И довольно близкие оттенки для деревьев. Повторю, что было вначале как-то странновато раскрашивать деревья такой формы. Но благодаря тому, что и Алена включила сюда иллюстрацию для вдохновения, там можно было подчеркнуть какие-то идеи, как это раскрашивать. Мне кажется, что мне более-менее удалось с этим справиться. На удивление, раскрашивалась медленно. Я думала, что я гораздо быстрее справлюсь с этой иллюстрацией. Но пока ты обведешь каждый из этих элементов, белой кисточкой еще добавишь каких-то орнаментов, этих мелких деталей. Так что получилось вполне такое медитативное раскрашивание. Но уже когда я дошла до юноши с девушкой, там уже все пошло гораздо-гораздо быстрее. Я надеюсь, что мне хоть в чем-то удалось сохранить эту стилистику, тональность, которая присуща этим знаменитым русским лаковым миниатюрам. И своим первым опытом я довольна. И, конечно же, я планирую раскрасить все иллюстрации, которые есть в этой книге в стиле лаковых миниатюр. Но, честно говоря, не уверена, будут ли делать это в феврале или этой прекрасной книжке придется подождать до декабря. Но, по крайней мере, я довольна тем, что я завершила эту иллюстрацию и уверена, что теперь мне будет раскрашивать полегче. И плюс я, наконец-таки, стряхнула пыль и с акриловых чернил, с акриловой гуаши и еще раз убедилась в том, что надо как-то периодически откладывать карандаши, шуршать всеми имеющимися у меня художественными материалами и расширять горизонты. А то они лежат, а на самом деле оказываются весьма и весьма полезными в раскрашивании и ты действительно как-то переключаешься, когда меняешь материалы. Также я в декабре очень сожалела, что мне не удалось раскрасить хоть что-то в раскраске Escape to Christmas Past, хотя я очень хотела в ней раскрасить что-то. Понятно, что она появляется у меня только очень ограниченный период времени, это декабрь, может быть, где-то там начало, конец ноября, но вот не успела и я решила, ну почему бы все-таки в январе попробовать что-то не раскрасить. И вот здесь я как раз выбирала, ну, наверное, самые глупые, самые примитивные иллюстрации, на которые я раньше вообще никогда не обращала внимания. Я такие называю иллюстрации-филеры, иллюстрации-проходные, которые, знаете, просто добавили. Ну, не могут же все странички в такой достаточно толстой книге быть очень подробными, детализированными. Нет, обязательно должны быть какие-то упрощенные, проходные, которые же художник дорисовывал, просто чтобы добить количество. Но вот на удивление я здесь именно такими иллюстрациями и занялась. И благодаря тому, что они мне, в общем-то, были совершенно недороги, на ней было легче экспериментировать с раскрашиванием. Вот этот разворот. Здесь я тоже вытащила из недр своего шкафа гуашь, но в этот раз обычную гуашь от Ортезе. Мне нравится мой набор в 60 цветов, там хорошие оттенки, но, по-моему, две трети из них я даже еще ни разу не использовала. И вот тоже в совершенно практически произвольном порядке, к какому тюбику тянулась рука, так я и выбирала. Поэтому здесь это очень простое, примитивное дерево, которое никогда меня раньше не заинтересовывало. Я не знаю, почему я все-таки решила. Ну, справедливости ради, надо сказать, что все-таки вначале я решила сделать правую сторону, а левая уже пошла за компанией, чтобы был законченный разворот. Здесь я и со своими золотыми материалами поиграла. Мне нравится на матовый фон гуаши, потом делать такое набрызгивание из разных оттенков золота или золота и бронзы. Здесь у меня в ход пошли уже мои новые гелевые ручки. И, может быть, для кого-то звучит странно, но я никогда не раскрашивала гелиевыми ручками. И вот это мой первый опыт, да, мне понравилось. Действительно, они для таких иллюстраций просто идеальны. Можно вот все вот эти бордюрчики быстро и аккуратно прокрасить. Не знаю, будет ли видно на видео, но на вот этой эмблеме торгового дома скруджа мне как раз и удалось их применить. Ну, вы сами видите, что иллюстрация абсолютно простейшая, но, тем не менее, в начале месяца, когда, ну, все-таки голова занята другим, ты больше все-таки еще в новогодних каникулах, у тебя меньше времени на раскрашивание, хочется больше проводить время за этими новогодними отмечаниями. Вот такие простые иллюстрации очень-очень пригодились. И, на самом деле, это не все. Есть еще одна, где мне хотелось попрактиковаться в раскрашивании разных текстур. Поэтому здесь у меня вначале идет акварельная подложка, а потом есть и сталь, и есть и золото. Конечно, они странновато смотрятся. Здесь у нас дверная ручка в доме с круджем. Настолько она декоративная. И я решила, что ладно, я объединю в ней и такой серебряный, стальные цвета и золотую отделку, просто для того, чтобы как-то поработать с сочетаниями карандашей, попрактиковаться. Поэтому тоже вроде как проходная работа, но все равно мне нравится, что у меня добавились три картинки в эту книгу. Да и результатом я довольна. После этого я не остановилась на деле раскрашивания маленьких иллюстраций и перешла к Алисе в стране чудес. Здесь я все-таки что-то чуть более серьезное раскрасила. У меня давно на примете был вот этот глобус. Мне, во-первых, хотелось закончить разворот с Алисой. Алису, падающую в яму, я раскрасила давно. Здесь тоже гуашевый фон и потом набрызг акварелью металлика. И мне хотелось все-таки завершить правую страницу. И вот, наконец, я сделала фон неокалорами и перламутровой акварелью. Тоже в реальности оно все сияет, переливается. То, что сложно иногда поймать под электрическим светом. Но результат мне нравится, кроме того, что я вот здесь, наверное, слишком светлый оттенок использовала для того, чтобы окружить звезды. И под некоторым углом уж слишком сильно этот розовый перламутр бьет в глаза. Ну, а в остальном мне нравится. Здесь у меня карандаши Су Колор в основном. Люблю я эти китайские карандаши. Для вот таких простеньких работ они то, что нужно. И я сделала разворот, который мне всегда нравился. Я когда-то очень хотела именно эту книгу, потому что этот разворот приметила еще у Питы Хьюитт, когда у меня не было еще ни одной книги из серии Escape 2. Она раскрашивала, мне так понравилось, как он получился у нее. Но когда я приступила к своему развороту, я уже забыла, какие оттенки использовала она. Поэтому надеюсь, что у меня все-таки получилось не скопировать, а что-то свое придумать. Здесь у меня в фоне, опять же, гуашь, смешанная с неоколорами. Звучит как-то безумненько. Но вот тем не менее, из-за того, что это единственная книга у меня, которая напечатана на бумаге «Нелюбящий акварель», приходится экспериментировать с более плотными материалами для фонов, такие как неоколоры и гуашь. Гуашь лучше дает результат, но у меня была какая-то светлая. Слишком светлый голубой я взяла, поэтому более насыщенный голубой неоколор помог мне все-таки сделать ярко-голубое небо, которое мне было нужно, чтобы создать этот эффект движения около задних лапок зайчика. Мне очень нравится, как у меня получилось здесь. Ну, а все остальное было абсолютно расслабленное раскрашивание. Я практически первое попавшееся светлый темно-зеленый взяла из ассортимента суколоров. Неважно, что-нибудь там неоновое, вырвиглазное. Мне кажется, что для Алисы в «Стране чудес» можно использовать самые безумные оттенки. И, конечно, самой сложной частью для меня был выбор цвета для Нары. Вначале я думала пойти традиционным путем, сделать ее или бежевой, или серой, или коричневой. Но потом я припомнила про свой новый набор карандашей пастельных оттенков от Castle Art. Карандаши 48 цветов в наборе, который называется Pastel Tint, недавно вышедшие пару месяцев назад на Амазоне. И вот там были вполне симпатичные оттенки светло-зеленого, светло-желтого, такого пепельно-розового. И в смеси с серым, мне кажется, что у меня получилась довольно симпатичная Нара. Опять же, все эти светлые оттенки безумно сложно под электрической лампой при съемке поймать. Но на фотографии они смотрятся неплохо, поэтому, чтобы рассмотреть детали, можно посмотреть их у меня в Инстаграме. Там более естественные, более правдивые оттенки, чем в тот момент, когда я снимаю видео и с помощью цветокоррекции пытаюсь подтянуть зеленые, голубые к их более натуральному виду. В общем, я довольна, что и в этой раскраске у меня что-то продвинулось. Я отметила для себя уже те странички, которые я хочу сделать в следующий раз. Не знаю, в феврале вряд ли, может быть, в марте вернусь к этой книге. Мне нравится брать эту серию для отдыха, когда из-за того, что размер у них небольшой, можно довольно быстро получить завершенную работу. Это были еще не все мои зимние иллюстрации. Я, наконец-то, начала первую свою раскраску из серии «Мифографик». Это была первая, которую я купила. Первая книга от Фабианы Атаназио у меня вообще. И здесь она для меня открылась совершенно по-иному по сравнению с теми детскими раскрасками, которые у нее есть по Питеру Пену, по Алисе. Там у меня ее стиль совершенно не привлекал. А вот в серии «Мифографик» мне нравится ее работа, мне нравится ее изобретательность, ее воображение, то, как она рисует. Ну, я, конечно же, совершенно не имею в виду эти отвратительные скрытые предметы. Но на тех двух иллюстрациях, которые я сделала, мне удалось вполне успешно замаскировать все эти скрытые объекты. И я очень рада тому, что вот уже следующая раскраска, которая выйдет весной в серии «Мифографик». Это будет первая книга, в которой, наконец-то, и издательство приняло решение избавиться от этих объектов. Поэтому у нас будут прекрасные рисунки, которыми славится эта серия. Но, наконец-таки, не придется тратить время на маскировку. Итак, что я тут раскрасила? Здесь у меня северный олень. Я почему-то, когда получила эту раскраску, сразу же я видела его на вот этом теплом бежевом фоне. Не знаю, почему. Я себе прекрасно отдавала отчет, что на фоне темно-синего неба он будет смотреться еще более выигрышно. Но вот хотелось мне такой цвет. И я как-то следовала своей первоначальной задумке, первоначальной мысли. По крайней мере, получилось оригинально. Более оригинально, чем если бы я сделала свой традиционный синий фон. Здесь у меня на фоне вначале акварель, а потом и гуашь, и карандаши. В общем, в ход пошло все, что могло помочь мне замаскировать эти скрытые объекты. Надеюсь, их здесь не особо видно, а те, которые видны, они, в общем-то, не мешают. Конечно, здесь много использовано белой гуаши, белого акрила, чтобы и линии поскрывать, и эффект падающего снега создать. Люблю я здесь бумагу. Порадовало меня, что абсолютно все бренды моих карандашей здесь ложатся хорошо. На шерсти я поэкспериментировала с деревян-дроингами. Я все больше возвращаюсь к этим карандашам, когда мне нужно раскрашивать животных. Долгое время я шерсть раскрашивала в основном комбинации полихромосов и призм. А вот теперь заново начинаю открывать для себя дроинги. И то, как они, несмотря на всю свою маслянистую кремовую текстуру, хорошо наслаиваются и позволяют действительно создавать очень реалистичные переходы в шерсти. И еще одна иллюстрация, за которую я взялась, окрыленная первым успехом по маскировке. Это мой аметистовый, наверное, змей или же ледяной змей. Здесь со скрытыми предметами я расправилась еще более успешно. В основном они были на фоне, и здесь черный акрил как раз успешно их перекрыл. Карандаши, опять же, насколько я помню, су-колор и много-много белой краски. Плюс еще я здесь уже начала использовать свой новый набор акриловых маркеров в оттенках зеленого, который купила перед Новым годом, пока я им довольна. У меня была все время большая проблема в моих посках. Зеленые были совершенно вырвиглазные. А вот теперь у меня есть и светлые пастельные оттенки, несколько штук. Мне нравится, что в наборе там есть и холодные, и теплые зеленые, светлые, и холодные, и нейтральные. Надеюсь, что они не засохнут очень быстро, и я более-менее успею их применить в своих раскрасках. Пока первый результат эксперимента мне очень нравится, как и, в общем, нравится законченный результат в этой книге. Я определенно ее не собираюсь откладывать. Я не считаю, что, несмотря на то, что это вроде как зимняя тематика, что я не буду ее раскрашивать весной и летом. Я, когда ее листаю, могу себе представить цветовую гамму практически для всех страничек. А это верный показатель, что мне будет ее раскрашивать легко, быстро, в удовольствие. Поэтому надеюсь, что эта книга поселится у меня на столе надолго. Вот, зимние раскраски мы плавно перемещаемся в Африку, потому что я вспомнила про свою любимицу, раскраску богини от Мартинобл. И не знаю, почему мой выбор пал на богиню из Западной Африки. Надеюсь, я не ошиблась. Да, вот она, богиня Маву. Я до этого никогда про такую не слышала, поэтому, конечно, я немного почитала. Как обычно, она считается создательницей Земли, Луны, Солнца. И ее отличительной особенностью является то, что после того, как она создала Землю, она та получилась настолько тяжелая, что богиня не смогла ее поднять на небо. И ей пришлось прибегнуть к помощи вот этой божественной змей. И вот тогда уже вдвоем им удалось подтолкнуть Землю и запустить ее плавать в космосе. Вот такая у нас история. Здесь у меня в основном бюджетные карандаши. Здесь смесь Ортезы и Стар Джой карандашей. Бумага в этой раскраске, она вообще неплохо со всеми карандашами себя ведет. Нужно только не забывать защищать книгу, подкладывая что-то тверденькое. Но особенно для таких, как я, которые всегда нажимают сильно на карандаши. И в общем и целом мне нравится результат. Не могу сказать, что я как-то особо заморачивалась здесь над выбором оттенков. Кроме оттенков для неба. Мне обязательно хотелось здесь сделать свечение от этой вроде как луны. Чтобы здесь шел, можно сказать, поток звезд. И поэтому здесь есть немного подсвеченная область на небе. А все остальное я выбирала абсолютно по наитию. Мне показалось, что на этом синим ультрамариновом фоне хорошо будут смотреться разнообразные золотистые, ахристые оттенки. Поэтому я использовала их в ее одежде. Ну, кожу здесь, конечно, было не очень раскрашивать на этой бумаге. Я просто использовала пару оттенков коричневых полихромусов. Ну, получилось, как получилось. В целом, я все равно считаю, что в этой раскраске у меня получаются легкие работы. Я никогда особо не страдаю над выбором цвета. И это тоже одна из тех книг, которые я всегда беру для отдыха. А не в тот момент, когда мне хочется каких-то подвигов. Здесь я раскрашиваю действительно для расслабления. И я рада, что я от каких-то более традиционных для себя, там, египетской, кельтской мифологии, наконец, перебралась к более экзотическим. И это позволит мне что-то новое узнать о тех верованиях, которые раньше для меня были неизвестны. Много времени я в январе посвящала так называемым книжкам-малышкам. Пару штук я вам уже показывала этой серии Escape. И еще одна книжка-малышка. Это последняя раскраска Грации Сальва по Инктоберу. Это история Эммы и ее мышки Мисси. В самом начале мне казалось, что мне будет сложно здесь раскрашивать, потому что изначально графичные черно-белые иллюстрации, они хороши, были созданы под Инктобер. И я не была уверена, что они вообще требуют добавления цвета. Они лаконичны в этой черно-белой графике. Но потом я распробовала здесь раскрашивать. Во-первых, классная бумага. Мне очень нравится здесь делать фоны разными материалами. Неоколорами, гуашью, акварелью. И мне действительно понравились эти простые, быстрые иллюстрации, но тем не менее, которые позволяют создавать интересные работы. И здесь я ее раскрашивала сразу же после того, как получила тот самый набор карандашей Castle Art Pastel Tint. И вот на чашке, не знаю опять же видно ли, но там есть и бежевый, бежевый с зеленоватым отливом, светло-розовый, чуть более интенсивный розовый, разнообразные коричневые, светлые опять же оттенки. Все, что вот нужно для тех, кто любит раскрашивать еду, выпечку, посуду. В этом наборе есть очень полезные оттенки. И действительно, можно их использовать и вместе с полихромосами, когда там не хватает пастельных оттенков. Ну а фон быстренько сделан неоколорами вначале. Опять же, хотелось чего-то странного. Я обычно с желтыми и оранжевыми фонами не особо часто дружу. Но вот здесь еще и с помощью потом набрызга металликами, ну что-то я такое сделала, что мне кажется смотрится довольно весело. И в то же время не особо отвлекает внимание от этого симпатичного куска торта, от мисси и от симпатичной чашки, ну, наверное, с какао, может быть, с кофе. В целом, быстрая работа, но она позволила мне познакомиться с этими карандашами, попробовать их и еще одну веселую страничку здесь сделать. И после этого я перешла на книжку-малышку от Каролины Кубиковской. Если вы следите за моим каналом, вы знаете, что у меня очень долго не было книг Каролины. Я всегда восхищалась тем, как они выглядят, но я совершенно не представляла, как их можно раскрашивать. Опять же, они настолько красивы в этой ее динамичной акварели, в том, что очень многие странички представляют собой сканы из ее скетчбука, где мы даже видим эту текстуру бумаги. В общем, они были красивы сами по себе, и я не была уверена, что я вообще смогу такой стиль раскрашивать. Но когда я получила вот этот симпатичнейший набор открыток, я поняла, что надо попробовать на чем-то небольшом, как-то приспособиться к ее стилю. И так хорошо пошло дело, что я теперь просто неимоверное удовольствие получаю от каждой иллюстрации здесь. Ну и плюс, конечно, работа на отличной бумаге. Итак, у меня здесь вот эта симпатичная насекомая, наверное, бабочка, может быть, пчела, уж не знаю, но она такая модная, с цветами на голове. Но на самом деле, мне в этих иллюстрациях гораздо больше нравится развлекаться с фонами. Здесь можно по полной программе всякие гранулирующие акварели, акварели перламутровые, металлики. Они на этой бумаге отлично раскрываются. Плюс инктенсы, плюс графитинты. Поскольку бумага хорошая с небольшой текстурой, то и все эти материалы показывают свои лучшие качества, лучшие характеристики. Итак, у меня вот есть такая волшебная зеленая иллюстрация. Где-то есть еще волшебная фиолетовая. Здесь тоже немного крипово. Этот аметистовый кристалл с глазом. Но я поняла, что меня совершенно не смущает странность этих иллюстраций. Мне даже нравится. Здесь тоже безумное месиво на фоне. Здесь и Daniel Smith, знаменитый акварель Moon Glow. И вот как раз на этой бумаге она идеально раскладывается на весь свой спектр оттенков. Розовый, малиновый, сереневатый, серый. Практически без помощи. Плюс немного светлого ультрамарина и Opera Rose. Сейчас намешано в фоне. И потом уже для листьев я использовала Inktense, а для кристаллов уже обычные карандаши. И последняя раскрашенная иллюстрация здесь за январь. Вот это спящая лисичка. Здесь тоже Daniel Smith в этот раз Lunar Blue плюс Intiga плюс голубая металлика акварель. Поэтому вот оно тоже все поблескивает. И уже для лисички это карандаши Derwin Drawing. Определенно планирую продолжать здесь раскрашивать. Несмотря на то, что некоторые иллюстрации очень вначале кажутся странными, но потом тебе сразу же хочется что-то придумать и для фона, и для самого изображения. Поэтому люблю эти работы. У меня где-то в целом в среднем час уходит, может быть полтора на такую иллюстрацию. И мне нравится, что я могу получить законченную симпатичную работу. И мне нравится, что я могу поработать с акварелью на хорошей бумаге. Ну а теперь мы будем переходить к тем раскраскам, к тем авторам, которые у меня появляются из месяца в месяц. И это, конечно же, Гудрич, это, конечно же, Канока Ягуза, и это Кербера Занес. Поэтому плавно переходим к последним раскрашенным в январе иллюстрациям. Сложно мне давался выбор того, что же среди книг Гудрич раскрасить в январе. В итоге я раскрасила одну зимнюю иллюстрацию и одну страничку в Мейн Стрит. Она такая нейтральная, но в этот раз у меня сырное королевство. Здесь все традиционно, призмаколоры, немного поски. Даже не знаю, что сказать. Простая, совершенно непримечательная иллюстрация. Я не знаю, буду ли я заполнять всю эту книгу. Но, опять же, это одна из тех страничек, которые мне позволяют как-то расслабиться, думать о своем, когда я раскрашиваю все эти магазинчики, улочки, все эти прилавки, витрины. Поэтому и в январе тоже вот такая простая иллюстрация у меня получилась. Плюс один законченный магазинчик. Больше как-то особо сказать нечего. А вот иллюстрация в Christmas Charm мне нравится гораздо больше. Я просмотрела все свои зимние книги и постаралась выбрать ту иллюстрацию, где все-таки наименьшее количество уже санд, елок, а просто тематика зимняя. И вот что у меня получилось. Мне очень понравились здесь сразу же и птичка-кардинал, и симпатичный фонарик. Поэтому, конечно же, я ее и раскрасила. Практически все здесь тоже призмы-колоры, кроме фона, на который пошли полихромосы. Вот этот темный, синий, зеленый цвет – это полихромосы. А все остальное – призмы. Ну и, конечно же, белая краска, чтобы сделать снег более реалистичным. Моей любимой здесь деталью является вот этот бантик и сам фонарик со свечкой. Мне кажется, что блики получились более-менее неплохо. Я старалась думать обо всех рефлексах, которые здесь должны бы появиться на стекле. Ну а меньше всего удача улыбнулась кардиналу. Мне хотелось сделать не полностью красную птицу, а как раз ту разновидность, у которой бежево-коричневые перышки кое-где, а кое-где красные. Ну, получилось так, средненько. Я, наверное, слишком много черного кое-где использовала. Ну, надо тренироваться. Покажу вам. Фонарик, свечку поближе. Я рада, что в этой раскраске, а Крисмас Чарльм, на мой взгляд, это лучшая из зимних раскрасок на данный момент Терезы, у меня, по крайней мере, еще одна страничка заполнена. Здесь как раз множество иллюстраций, которые мне нравятся, но как-то они уже настолько были в январе не в тему, что я вздохнула и теперь буду откладывать ее до ноября примерно. Но если не решу сделать где-то традиционное раскрашивание Рождество в июле, иногда мне нравится поддерживать эту традицию, когда ты среди жары раскрашиваешь что-то зимнее. Но, по крайней мере, теперь я ее с чистой совестью ставлю на некоторое время на полку. Я безумно рада, что в январе я, наконец-таки, вернулась к Брайру. Мне кажется, что с того момента, когда я последний раз и первый-единственный раз здесь что-то раскрашивала, прошло года три. И здесь у меня есть одна крошечная иллюстрация, где я просто, можно сказать, разгонялась. И, конечно же, надо ее найти, но это непросто. Вот она. Здесь я просто немного попрактиковалась с полихромосами, быстренько сделала этот, наверное, необработанный рубин, может быть, еще что-то такое, может быть, средолик. И разные оттенки желтых и коричневых, чтобы более-менее имитировать золото на грифоне. Но, конечно, основная иллюстрация – это вот эта русалка. Может быть, надо сделать как-то потемнее, иначе вообще ничего не видно будет, что у нее вообще есть небо. Ну, если что, опять же, я опубликую в Инстаграме нормальную фотографию, потому что пастельные оттенки неба, когда они находятся вместе с более-менее темными участками, они как-то у меня на камере плохо получаются, когда снимаешь при электрическом свете. Здесь призмаколоры в небе, и все остальное – это полихромосы. Ну, и кое-где, да, еще в воде тоже призмаколоры, так что это микс. Не все у меня получилось, как представлялось, как задумывалось, но я все равно неимоверно рада, что я к ней вернулась. У меня никогда не было страха перед этой раскраской. Мне здесь очень нравятся все иллюстрации от первой до последней, и вот эти миниатюрки тоже. Но по какой-то неведомой мне причине я ее всегда откладывала. Теперь я постараюсь больше не повторять этой ошибки. Я получила огромное удовольствие даже в тех участках здесь, когда у меня что-то не получалось, когда я возвращалась, исправляла, старалась углублять тени, что-то дорабатывала краской, потом опять карандашами. Поэтому не все получилось, как задумывалось, но все равно иллюстрация мне нравится. И главное, что наконец-таки в Брайере я перестану повторять, что у меня здесь только одна страничка и одна иллюстрация, на которой я начала делать небо. У меня что-то не пошло с гуашью, и вот на 3-4 года я ее отложила. Нет, наконец-таки мы сдвинулись с мертвой точки, поэтому надеюсь, что в конце года в Брайере появится еще несколько иллюстраций, потому что это красивейшая раскраска, которую я точно считаю одной из жемчужин в своей коллекции. В Канако и Гузи я сделала две иллюстрации, обе в Минуэте. Вначале мне хотелось чего-то такого совсем нежного-нежного. И эта нежная-нежная воплотилась вот в такую детскую комнату, спальню Зайчат. Я люблю придумывать разные цветовые сочетания для интерьера в этой книге. У меня здесь есть и уже зеленая комната, такая сереневато-фиолетовая комната. И вот настал час желтых кремовых оттенков в сочетании с оранжевым и приглушенно-красным. Мне кажется, что получилось более-менее неплохо. Я не была вообще как-то уверена, как раскрашивать вот этот балдахин в центре. Вначале я думала, что может быть его как-то сделать побелее, что он сделан из кружева или из тюля. Потом мне все-таки захотелось сделать более яркое, цветастое пятно. Но вот за исключением этих сомнений. И плюс еще совсем понятно было, что символизируют собой эти бабочки. Это какой-то декор. Или это зайчики читают книжку и представляют себе, что эти бабочки летят. В общем, эти бабочки, честно говоря, были не к силу, не к городу на этой иллюстрации. Ну, а все остальное мне нравится. Я люблю здесь раскрашивать обои, мебель, все эти детали интерьера, подушки, стулья. Вот это как раз мое. И мне нравится, что, опять же, люблю повторяться, что книжка постепенно заполняется. Ну, а вторая иллюстрация раскрашивалась помедленнее, но зато с большим удовольствием. Я сделала вот этот венок с калибри. Наконец-таки посреди зимы меня переключило на желание чего-то яркого летнего. И этот тропический венок пришелся как никогда кстати. Здесь полное буйство красок и в цветах, и в птичках калибри. Надеюсь, здесь видно, что у меня они попарно. Две в одной цветовой гамме и еще три немного по-другому выглядящие. Здесь я изменила своему принципу. Я очень часто начинаю раскрашивать с фона, а потом уже основной объект. Но нет, здесь я вначале раскрасила все цветы, потом калибри. И уже только четвертую, по-моему, пятую часть видео я долго красила этот кажущийся очень примитивным фон. Но, тем не менее, здесь несколько оттенков зеленого. И мне кажется, что он и подчеркивает красоту цветов, потому что темно-зеленый здесь хорошо оттеняет все выбранные оттенки для цветов. И вместе с этим, когда я переходила к более пастельным оттенкам, мне нравится эта дымка, которая образовывается. Мне очень нравится иллюстрация художницы Лил. У меня есть несколько вышивок с подобными сюжетами. Там тоже калибри, венки. Наверное, я какое-то цветовое сочетание оттуда брала из тех вышивок. Я уже вышивала подобный венок с калибри, поэтому мне было довольно просто стартовать в выборе оттенков. Ну, а в калибре, конечно же, я смотрела фотографии и выбирала наиболее приглянувшиеся мне цветовые сочетания, потому что эти птички настолько красивы и разнообразны, что просто диву даешься, сколько оттенков можно найти в таком крохотном тельце. Вот такие у меня достижения в Каноко Ягузе. И я очень-очень довольна. Ну, и последняя работа у меня в Розаносе. Мне удалось что-то сделать и в Хрупком мире, и World Within Worlds. Давайте начнем с Хрупкого мира. Сейчас мы подстроимся, и я вам покажу своих пингвинов. Я считаю, что мне неимоверно повезло, что у меня вот эти две книги, они разных издательств, и то, что именно в Хрупком мире бумага позволяет работать с акварелью, это огромная удача. Гораздо хуже было бы, если бы здесь мне приходилось все фоны делать карандашами, а вот здесь можно было бы работать акварелью. Конечно, я бы предпочла обе раскраски на вот этой бумаге, но когда буду покупать его следующие книги, буду более внимательно относиться к издательству, а не покупать первую попавшуюся. Ну, мы отвлеклись. Так, вот здесь у пингвинов немного акварельной подложки на небе и на камнях, но потом я все равно сильно дорабатывала и цветовые нюансы, и тени на камнях, карандашами, и, конечно же, сами пингвины это карандаши. Мне специально хотелось раскрасить пингвина, потому что хотелось бы практиковаться в черном, у них, наверное, это перья, у них же не шерсть. Ой, раскрасить-раскрасила, а вот посмотреть про анатомию пингвина, да, наверное, у них плотненькие, как это, густые перья, тело покрытое, и вот мне хотелось попрактиковаться именно в раскрашивании черных участков, чтобы там были какие-то блики, цветовые нюансы, и хорошо, что пингвинята как раз у этой разновидности пингвинов, они более коричневый оттенок имеют, поэтому есть какое-то разнообразие. Очень быстро у меня она получилась, потому что здесь простой фон, простая ограниченная цветовая гамма, и только их клювы и перья около глаз добавляют какие-то яркие оттенки. Очень надеюсь, что у меня эта книга будет на протяжении года продвигаться, потому что мне она очень нравится. И мы плавно дошли до той работы, которую я определенно считаю своим лучшим достижением января, и это компас. Главное его найти, и главное его снять так, чтобы видны все переходы цвета на фоне. Здесь черный акрил и полихромосы. Мне нравится здесь все. Не могу сказать, что я очень быстро раскрасила, но у меня с самого начала была приблизительная идея, где я хочу какие цвета видеть. Я как-то уже свободно подходила только к выборам оттенков вот здесь на планетах, фантазировала на вот этих вот странных созданиях, которые мне вначале хотелось как-то привязать к созвездиям, но они совершенно здесь фантазийные, и как-то не удалось найти в них логики, поэтому просто я их раскрашивала в тех цветах, которые мне, кажется, подходили для всех остальных объектов. Но больше всего я сражалась, конечно, с вот этим дополнительной короной лучей вокруг Солнца. Удовольствие я получила от раскрашивания золота. Так что были у меня легкие участки, сложные участки, но все равно в итоге я была неимоверно счастлива, когда закончила. Работа мне нравится. Здесь, повторюсь, у меня бумага не позволяет использовать акварель, не позволяет использовать и даже неоколоры. Получается совершенно не здорово и протекает, и в пятнах получается фон. Но вот карандашами, особенно полихромосами, получается здорово, они здесь хорошо наслаиваются. Поэтому бумага неплохая, но, к сожалению, приходится тратить много времени из-за того, что даже фоны делаются карандашами. Черный акрил здесь помог, и я считаю, что эта иллюстрация даже в конце года точно войдет в топ моих самых любимых. По крайней мере, я собой горжусь. Когда я закончила эту иллюстрацию, я была очень и очень довольна. Ну что ж, вот такой у меня был и январь. Мне он кажется и продуктивным, и качественным по тем работам, которые я сделала. Я позволяла себе где-то похулиганить в раскрасках. Я довольна, что я использовала разные материалы, потому что бывали у меня месяцы, когда я только карандашами раскрашивала. А тут и гуашь, и акриловый гуашь, и неоколоры, и акварель. Поэтому месяц был разнообразным, принес мне много приятных моментов. Плюс я еще много читала, и поэтому январь был наполнен только положительными эмоциями. Надеюсь, что у вас было так же, и увидимся в следующих видео. Большое вам спасибо за просмотр. Продолжение следует...